Добрый день, друзья! Вы на канале Переезд на Юг без денег. Я вам бы хотел сказать, что у моей супруги очень трудная работа. Это домохозяйка. Выходных нет, отпуска нет, пораньше с работы не уйдешь, зарплаты нет. Курам дай, уткам дай, козу накорми, собак накорми, детям свари, потом накорми, муж с работы придет встреть, белье постирай, погладь, полы помой, пыль вынеси, печки натопи. Но кто посмотрит не скажет, она ведь не работает у тебя, она у тебя дома сидит. Вы представляете вот это все? Вот такая жизнь у нас, вот такая специальность у моей жены, домохозяйка. Вот хочу вам показать какие дороги за забором, когда идут дожди. Вот эти грунтовые дороги, если они не отсыпаны, не асфальтированы, они все превращаются вот в такую грязь. Видите, что на машине здесь просто кажется грязь небольшая, но она очень жирная и очень скользкая. Просто на машине здесь не проехать. Хорошо, вот у нас УАЗик два моста и вот мы проезжаем. Вот так вот смотрите, сейчас вам показываю ногами, даже вот я стою, видите, она скользкая, жирная и если несколько раз вступить, видите, она вся прилипла к ногам. Вот такая у нас здесь на югах страшная грязь. Идешь, к ногам все липнет, ноги становятся с каждым шагом тяжелее и тяжелее. Их уже просто не поднять становится, видите, какие подошвы налипают на ноги. Так же это все прилипает к колесам. Так что если вы покупаете дом, где-то на юге, смотрите, чтобы дороги были хотя бы отсыпаны, если нет асфальта. Если дороги не отсыпаны, значит вот такая будет у вас дорога. Пройдет дождь и вы уже не сможете выехать на машине никуда. Вы просто застрянете сразу же на ровном месте. Вот обычно у всех, у домов, у калиток стоит вот такая вещь чистить ноги. Когда вы приходите к кому-то в гости или заходите к себе домой, вы вот так очищаете ноги. Я сначала думал, что это такое стоит у каждой, не знал понять. А потом уже сообразил, когда пошел дождь. Вот так. Вот и они у нас стоят у каждой калитки. И даже со двора, когда заходишь, тоже есть вот такая вещь чистить ноги, чтобы не заносить грязь во двор. Они у нас со всех сторон у всех калиток стоят. Вот такая сырость, вот такая грязь обычно на югах. Сегодня опять пытается идти снег. Скоро у нас в ближайшие три дня обещают заморозки. По ночам до минус 12, днем 3-4 минус. Но это не надоложка. Это на три дня. Потом опять потепление. Ну и будет опять все таять. Все побежит. Опять грязь. Быстрее бы пришла весна. Так, черненькие. Ну-ка, ну-ка. Ой, молодцы. Вот, молодцы. Вкусно. Вот, молодец. А тут к маме пришел, да? К маме пришел? Ой, вы рыжики маленькие. Лопают, 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 мои лапушки. Морозь. Чуйники. Ой, чуйники. Красота-то у меня. Мой крошик-то там. Кроша-то моя. В черных очках главное. Ой, какая красота-то у меня. Ой, какая красота. Пестрая спинка. Да моя красота ко мне прислала. Вот, любимушка. Да у меня крошечка будет. Ну, привет. Привет, малыш. Ой, вы зайчики. Ой, вы зайчики. Чудники. Чудники. Все. Спрятала всех, мрусенька? Ой, ты лапушки. Лапушки. Ты таких красивых нам подарила, да? Ты моя девочка. Ты моя ласточка. Моя хорошая. Вот. Вот каких красивых она подарила нам. Ой, молодец какая. Все-таки не зря крошек постарался. Да. Вы мои красотулечки. Вот, какая крошечка мне бегает. Ай, вы трусишки. Рыжих-то где набрала, а? Майруся. Ай, моя няня. Откуда рыжих-то набрала? Все. Ах, какие красотулечки. Лопайте, лопайте. Вкусно это там. Все намешано. Ай, какие красивые. Ну вот, морозы спадут и гнездо закроем им. Все, уже большие выросли. Теперь сами будете кушать. Нечего на мамкину титьку надеяться. Да, вы уже большие у меня. Ой, хорошие. Красотули. Он привет выглядывает. Чудики, ой, чудики. Правильно, так больше достанется, если туда всему залезть. Чего, мама кормить пошла вас, да? Мама пошла кормить? Ага, сейчас. Мама сама поесть пошла. Ты уже обожралась, Маруся, уже скоро не пролезешь в маточник. Все, зовет. Нет. Мои чудики. Все, убежали. Иди корми своих. Давай им молочка. Вот, немножко мы решили утеплить курятник. Сейчас заморозки будут, чтобы у них тут было посуше. Решили раскидать немножко соломы здесь. Подстилку сделать. А то сейчас на улице будут заморозки. Чтоб уточки и курочки не подморозили лапки. Вот. Раскидываем немножко сена. Солому. Ну, мать и какие уточки тут у нас. Ой, 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 ой. Шипуны. Будущие наседки наши. Два инкубатора у нас, которые будут высиживать яички нам. Цыплят выводить. Будем надеяться, что они хорошие будут на сетке. И будут хорошо выводить. Высиживать нам цыплят. Вот сено. Раскидываем. Утепляемся. Немножко осталось уже раскидать. Супруга нас прессована. Просто супруга у меня его распотрошит. Все по курятнику. Раскидает везде, чтобы все было ровным слоем. Туда под шифер, да, в уголок надо обязательно накидать. Чтоб там было тоже у них. Потому что они там тоже яички несут. Как бы гнездо у них там. Вот, вот, побольше, побольше кидай. Ой, какие у нас. Все, рябушка-то наша. Солотое яички, которое несет.